Она розовая была, бирюзовая, белая была. Прозрачная очень редко. Елена помнит все метаморфозы пивоварки. Река протекает возле ее дома на улице Фурманово. Теперь вода засыпана глиной. Движение реки почти остановилось и, говорит женщина, скоро здесь образуется болото. Несколько тонн земли кто-то выгрузил прямо перед дома. Говорят, приезжало пять Камазов. Пришла с работы уже в шесть часов. Вот это пять куч уже этих лежали. Соседи видели, и с малинки видели, что возили. Ну просто они думали, что они как-то что-то там засыпать, что-то будут. Кто оставил после себя кучки, Елена даже не может предположить. Она бьет тревогу. Из ливневок сюда стекает вода, и теперь ей больше некуда уходить. А когда людей начнут топить, они начинают бегать сюда, проверять, почему их топят. И мы же виновны, потому что наш крайний дом стоит, и мы, получается, что мы виновны в этом во всем. В администрации железнодорожного района о проблеме знают. Говорят, будут вести расследование. Получается, что пока семье ничего не остается, как вызывать трактор. Только аренда выйдет в несколько тысяч рублей. Тем временем в ТСЖ Елене посоветовали самой раскидать кучу лопатой. Хоть какие-то плюсы в этой ситуации нашли кошки. Четвероногие облюбовали кучки, как туалет. Ирина Корчагина, Николай Шелко. День с толком.